Если дотянулись до Энгельса, значит есть угроза, что дотянутся и до Москвы, и до Ленинграда, и до Санкт-Петербурга, извиняюсь, и до других городов Российской Федерации, поэтому это все достаточно серьезно. Друзья, всем привет. Ну что, в России продолжается принятие факта, что линия фронта сместилась уже вглубь России, а Путин в это время им начинает рассказывать, что специальная военная операция, ну да, затянулась, затянулась, есть такое. В общем, как от двух-трех дней, да уже непонятно, когда конец, и линия фронта в самой России, и, как уже говорят сами пропагандисты, когда прилетит в Москву, сейчас обо всем этом расскажу вам. Вы, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, пошерить это видео, пишите в комментариях, что вы думаете, это очень важно. Ну и хочу поблагодарить всех за участие в нашем сборе. За два дня мы собрали миллион гривен, и уже заказываем антидроновое ружье, уже заказываем рации о том, как мы будем их вручать, и вообще все новости с фронта у меня на моем телеграм-канале и в фейсбуке, поэтому не забудьте подписаться. Итак, друзья, поехали. Ну, в Россию вчера прошел Совет по правам человека. Так что очень смешно. Россия и Совет по правам человека, это, конечно, полное обезумие. Вот в стране, которая признана Европарламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Парламентской Ассамблеей НАТО, страной-террористом. Вот. Ну, в общем, они создали там какое-то шоу, и на нем Путин сказал, что затягивается специальная военная операция. Нынче с такими смешками, типа, ну, типа не страшно, что затягивается. Ну, послушайте его. Длительного процесса результатов и свод, ну, конечно, это длительный процесс, может быть, так. Но потом вы, значит, упомянули о том, что появились новые территории. Ну, вот. И такой все-таки значимый результат. Вот. А как же 2-3 дня? Как же, Вова, что ж ты рассказывал? Ну, в общем, отель затягивается. Ну, ничего, мол, терпите. А в это время появляются в России-то все новые-новые прилеты Бавловны и беспокойство. Белгород, Рязань, Курск, все продолжается. Саратов, все продолжается. Каждый день что-то новое горит, взрывается, грохочет. Ну, прям все по красоте. Прям как новогодний такой салют начался заблаговременно. Ну, и, конечно, это не может там не вызывать какие-то вопросы у россиян. Ну, и на фоне того, что уже из-под Рязани они забирают военные самолеты, а спутниковые фото показывают, что самолеты, которые стояли там на аэродроме, уже куда-то передислоцированы, то есть дальше вглубь России. Представляете, 700 километров до границы с Украиной. И им приходится еще глубже уходить. Хорошо, что, да, велика Россия. Можно там куда-то, можно и на Сахалин сбежать. Только оттуда уже бомбить Украину будет сложно. В общем, они бегут, а в это время пропагандисты говорят, да, везде может прилететь. Так и до Москвы может долететь. Послушайте. Потому что украинская сторона, и уже есть примеры, и удары по Энгельсу. Если дотянулись до Энгельса, значит, есть угроза, что дотянутся и до Москвы, и до Ленинграда, и до Санкт-Петербурга, извиняюсь, и до других городов Российской Федерации. Поэтому это все достаточно серьезно. А вот то, что сказал президент России по поводу встречного удара. У меня вот такой вопрос. Встречный удар, это после того, как ракеты уже вылетели, да, часть. Он же ракет не остановит. А никто не может гарантировать, что все ракеты, которые вылетели, все их собьют. Не бывает такого. Значит, что ракета должна упасть? Часть из них. И взорваться на территории России? А? Ну, кто-нибудь не может объяснить? Так оно и будет? И это вас устраивает? Вы сейчас с кем разговариваете? Вы сейчас с кем разговариваете? У Евгения Яныча есть такая фраза. Упадут-то на вашу территорию. Это вопрос не на нашу зарплату. Нет, это на вашу территорию упадет. Это на ваши города упадет. Нет, ну вы спрашиваете мне, что делать, я предлагаю уничтожить сразу. А я спрашиваю вас, граждан России, вы согласны, чтобы часть ракет, которые не будут перехвачены, и решили ответить? Мы не согласны. Они обычно упали на вашу территорию. Вы согласны? Нет. Ну и, конечно, при таких пессимистических прогнозах даже у пропагандистов, то уже совсем разочаровались и коллаборанты. Все эти пророссийские предатели, которых Россия собирала, ну им нужно было показать, значит, что Украина их поддерживает, поэтому они сгребали их всех. А теперь говорят, а зачем вы нам такие нужны? Потому что те совсем приуныли. И уже не верят во вторую армию в мире. Вон уже выходит Витязева и говорит, что ей надоело слушать, как Европа плохо живет, потому что в это время сжимается кольцо врагов вокруг России. Ну еще что-то сжимается, видимо, у самой Витязева и у других коллаборантов, у пропагандистов при этом. А Царев, на него уже кричит Соловьев, что, боже, какой негодяй, усомнился в мощи второй армии в мире. А царь-то не настоящий. И, в общем, уже Царев тоже не угодил Соловьеву. Не достаточно верит великого Путина. Послушайте. Любопытно, сколько нытиков развелось среди вчерашних украинских политиков. Вот я неплохо отношусь к Олегу Цареву, лично. Но, слушай, Олег, а что ты разнылся? Ты советы нашей армии даешь? Ты свою страну просрал, будучи политиком. Ты нам сейчас даешь советы про то, что наша армия делает так, что не так, что получается, что не получается. Олег, очнись, а. Ну так просто, спокойно, приди в чувства. Скажи спасибо стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою родину. Притом дважды. Сначала, как все мы, Советский Союз. Но ты еще, будучи известным и большим политиком на Украине, свою родину просрал. Олег, ты поаккуратнее пиши про нашу. И все свои псевдоумные критические замечания протащи через собственный опыт. Что ты делал так, а что ты делал не так. Как ты лично. И вообще, ребята из украинской политики, вы в чувства придите немножко. Не надо нас учить жизни. Мне абсолютно все равно, что будет на Украине. Мне абсолютно все равно, какая зима ждет Европу. Мне абсолютно все равно, сколько стоит сейчас рождественский стол в Великобритании и так далее. Мне все равно. Для меня это перестало вообще играть какую-либо роль. Ну да, в качестве новости, да, там, скажем так, галочку поставить. Ну да, мы вас предупреждали. Ешьте, как говорится, хоть по вылазьте. Знаете, вот сузилось все вот настолько. Ну и, конечно, совсем неудивительно, что при таких настроениях появляются новости о том, друзья, что еще весной, после провала наступления на Киев, Игорь Сечин, это Роснефт, там, ближайший к Путину помощник, его правая рука, это в мафиози, который там еще с ним воровал в Петербурге, если не портфель носил. Так вот, Игорь Сечин еще с весны начал готовить план побега Путина. Куда? В Латинскую Америку, Аргентина или Венесуэла. Можете себе представить? Ну это просто невероятно. Да, он уже и план этот, об этом рассказал бывший спичерайтер Путина Галямов, план этот они называют «Ной в ковчег». В общем, каждой твари по паре взять, да, и спастись, значит, когда потоп имиджевызванный наступит. Но только Путин не собирается этих тварей брать, а оставляет он их явно на растерзание, самих же россиян или гаги. Поэтому все чаще Скобеевы, Соловьевы говорят о гаги, а украинские коллаборанты грустят, потому что понимают, что их ждет, и что их никто не будет везти в Аргентину и Венесуэлу, где там Сечин дружит с Мадурой и думает, что это кого-то спасет. Где Госдура, там Мадурая. В общем, все у них сошлось. Но, знаете, еще какая удивительная параллель. А куда бежали нацистские преступники после Второй мировой войны? Правильно, в Латинскую Америку. И у этих и у этих нацистов такая же мысль. Только хочу им напомнить, что всех нашли, и там их находили даже спустя десятилетия. Только в их случае, я думаю, десятилетия не понадобятся. Найдут намного быстрее. Мы это обязательно сделаем, друзья, правда? В общем, держим строй. Еще раз спасибо всем, кто принял участие в сборе. Слава Збройным Силам Украины!